Здравствуйте! В эфире «Время арт». Изобретение колеса когда-то облегчило труд человека. Рождение книги ускорило познание мира и самого себя. Компьютер сегодня заменяет и колесо, и даже крылья. А что же ее величество книга? У нас в гостях директор Могилевской областной библиотеки Илона Владимировна Сорокина. Илона Владимировна, читать стали меньше, а библиотека, кто туда ходит? Один контингент или все-таки разные люди? И ходят ли, насколько меньше стало сегодня? Или больше? Не знаю, откуда у вас факты, что читать стало меньше. Статистика как бы таких фактов не подтверждает. Читают столько же, сколько и читали. И в принципе читают все те слои населения, которые читали всегда в массовых библиотеках. Начиная с детей до школьников, младших школьников, средние школьники. Единственное, что у нас чуть-чуть сейчас звено, это учащаяся студенческая молодежь. Но это объясняется тем, что каждое учебное заведение укомплектовано своей библиотекой, с учебной литературой. И этого является достаточно для учебного процесса. К тому же, вы знаете, что в учебных заведениях присутствует сейчас такое, как электронные учебники, методички, разработки и так далее. А я бы не сказала, что потерялся интерес к чтению. Тем более в современном разнообразии литературы и в представленных жанрах, в принципе, тот, кто хочет читать, находит для себя книгу. Что интересует людей сегодня больше? Есть какая-то градация? Или по возрастам тоже, как и раньше было? Опять же, мы все люди разные. И как у нас предпочтения в жизни есть, в музыке, в театре, в кино. Точно так же и в чтении литературы. У каждого свои предпочтения, смотря, что хочет человек найти. Он хочет что-то познать. Для этого есть сейчас очень много серий научно-популярной литературы, которая рассказывает об истории разных стран, разных периодов. Эта литература никогда не залеживается на полках. Ее разбирают. Потому что издания сейчас достойные и с научной точки зрения, и с оформительской точки зрения, с издательской. Если человек интересуется легким чтением для того, чтобы... Ну, просто, как говорят, библиотека – это аптека для души. Если человек приходит, чтобы взять книгу, чтобы отвлечься от какой-то повседневности, и нет ничего плохого в тех же самых женских романах. Мужчинам этого не понять, но женщинам мы чуть-чуть устроены по-другому. Может быть, нам не хватает в жизни вот этой доброты, ласки, какого-то внимания, и женщины ищут это в романах. Есть приключенческая литература. Очень сильно развит сейчас жанр фэнтези, который читают с удовольствием. То есть читается все. В принципе, все, что пишется, все читается. Каждая книга практически находит своего читателя. Для этого существуют библиотеки. Потому что, в отличие от книжного магазина, библиотеки с книгой поработают, изучат, предложат, найдут для нее своего читателя. Да, это самая главная функция библиотеки. Не так, как все думают, что это книгохранилище, что там просто стоят книги. Нет, хороший библиотекарь, профессионал, он, в принципе, каждую книгу знает в лицо, и каждого своего читателя знает по интересам, и знает, как их свести вместе, как их познакомить и заинтересовать. Вот раньше, когда кинематограф только появился, говорили, что все, театр умер. А сегодня, опять же, видите, как прочитатели, которого стало меньше, говорят, что компьютер почти заменил книгу, что только электронная книга. Вообще, может ли компьютер книгу заменить вообще? Ну, опять же, знаете, какая-то тематика, которая жуется лет последних пять, и, в принципе, она уже жуется только у нас. Потому что на Западе уже это отошло. Давайте говорить о том, что получить книгу в электронном варианте, на это существует тоже авторское право. Скачивают они же за две секунды, качают себе и все. Ну, скачивают это потому, что у нас есть пиратство. Мы не всегда понимаем, что такое закон об авторских правах. В той же самой Германии ты приходишь в библиотеку, хочешь, берешь книжку с полки, обыкновенную изданную, не хочешь, тебе могут на твое любое электронное устройство сбросить из электронной библиотеки какую книгу ты захочешь, но всего лишь на две недели. Через две недели эта книга с твоего читающего устройства исчезнет, потому что соблюдается закон об авторском праве. Но у нас же можно любую, что угодно нашел. Не любую, а вы пробовали? Не, ну я, по крайней мере, то, что хотелось, запросто находится ФБ2, там в разных форматах РТФ. Ну возьмите вот, что там сейчас читает молодежь, современные вот такие вот зарубежные авторы для молодежи. Тот же самый Джон Грин, попробуйте скачать. Скорее всего, когда вы перейдете по ссылке, там вам будет написано, что по просьбе автора данный текст был удален. Это современные. Да, это авторские права. Как читать в электронном виде или в стандартном печатном виде, каждый человек решает для себя сам. Но английские ученые, по-моему, проведя эксперимент, но они проводили эксперимент именно с учебной литературой, выяснили, что чтение с компьютера на 30% меньше дает усвоимости, чем чтение с печатного источника, с печатного листа. Лежишь в руках. 30% – это серьезно. Это очень много. При том, что наш мозг только на 10% задействуется, и минус еще 30%, то получается совсем ничего. И давайте говорить о том, в этот знаковый наш год, мы говорим о книге «500 лет», как Франциск Скорина издал первую печатную книгу у восточных славян и у нас, на территории для нас, для белорусов и восточных славян. Он первый, в принципе, придумал такую структуру книги. Он очень много ввел как первооткрыватель в структуре, в оформлении. Это держится 500 лет. Происходят какие-то видоизменения с учетом технологий, компьютерных и всяких, издательских. Но книга остается именно в такой структуре. Чаще всего именно такого формата, написанное именно слева направо. То есть это же не просто так. Вся структура книги способствует тому, чтобы информация усваивалась. А есть ли такие книги, которые серьезные и именно любимые? Упоминают люди об этом? Говорят вообще, что такое любимая книга? Может ли она быть надолго, навсегда, скажем так? Любимая книга, во-первых, если человек читает одна, она быть не может никогда. Это чаще всего несколько книг перечитываемых. Ну и я хочу сказать, что хорошая книга, которая живет из поколения в поколение, может быть такое сравнение, как хорошее вино. Чем дольше она выдержана, тем больше ты ее понимаешь. Ну давайте, не знаю, возьмем то же самое Анну Каренину, роман. Мы его читали где-то там, да, в подростковом возрасте. Вещь, которую в этом возрасте ты не поймешь. Но если ты вернешься в 25 лет, это будет еще одна Анна Каренина. Ну для женщины, я с женского взгляда. В 35 лет это будет уже другая Анна Каренина. В 45 лет это будет еще какое-то восприятие. Вот в этом ценность литературы и книги. Что она не имеет возраста. То есть классик пишет так, что она будет читаться в любом возрасте и будет находить своего читателя. А сейчас пошли вот все экранизации. Может, я чуть-чуть консервативно их не очень хорошо воспринимаю. Тем более русскую классику в американской экранизации. Но это большая популяризация литературы. Мы наблюдаем даже у себя в библиотеке. Если прошла экранизация какой-то книги, всегда находится, пусть это будет 1%, от посмотревших, они приходят и хотят прочитать книгу. И я стараюсь всегда беседовать с молодежью. Вообще, если я вижу у человека интерес к чтению, я стараюсь беседовать. И всегда молодежь говорит, что книга оказывается интереснее, многозначнее, многопланово. Потому что книга дает полет твоей мысли, твоей фантазии. Личная библиотека все-таки нужна. Так выходит? Несмотря на то, что есть в библиотеке общественная, городская, областная, свою библиотеку стоит собирать. Вы так считаете? Я не могу по-другому считать, потому что я выросла в семье, где все читали. А к вам приходят в библиотеку, понятно, берут читать. Но своя библиотека тоже должна быть. Должна быть своя библиотека. Даже если у вас правильно выстроенная подборка, давайте не будем говорить о бумажных книгах сейчас, потому что трудно дома сейчас их хранить. Сейчас другое отношение к ремонту, к интерьеру квартир, в которых книги в никаких проектах не предусмотрены. Но дом без книги выглядит странно. Даже если вы говорите о том, что я читаю в Ридере, еще где-то, у вас тоже должна быть подборка. У вас должна быть составлена электронная библиотека. То есть, да, вы закачали, вы прочитали, вы выкинули, но должно быть ядро. Ну и, конечно, я за бумажные книги, потому что если смотреть на тот уровень издательский, который сейчас, не иметь дома детских, современных изданных книг, это невозможно. Не встречаться и не смотреть ту литературу белорусскую, которая издается нашими государственными издательствами, и которая постоянно на всех конкурсах получает какие-то премии, это и конкурсы, и в Беларуси, и за пределами, и на книжных ярмарках. Это просто гордость за свою страну, в которой ты живешь. Эти издания надо видеть, и поэтому надо ходить в библиотеку, чтобы хотя бы их видеть в областной библиотеке. И через эти издания на нашу страну смотрит весь мир. Детям понятно, мы их пытаемся приучить через стихи, через сказки. А взрослый человек, не читавший ранее, или какое-то время не читавший, с чего начать сегодня, допустим, взрослому человеку, у которого был перерыв? Ну, знаете, мы не приходим в магазин и не говорим, не дайте мне килограмм еды. Точно так же люди не приходят в библиотеку и не говорят, дайте мне вот что-то. Всегда в беседе с человеком, можно выяснить, что он хочет почитать. Ну и не знаю, всякие потребности есть. Иногда люди приходят и говорят, мне надоела вот эта современная литература, мне надоело смотреть сериал и всё. Дайте мне что-нибудь из классики. И выясняешь, а что вы хотите из классики, а что вы когда-то читали. А знаете, как говорят про социологические опросы, особенно про чтение, что они не имеют никакой достоверности, потому что в социологическом опросе вас чаще всего просят перечислить 3-5 писателей. И всё. А мы их чаще всего помним из школьной программы. Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Блок, Есенин. Это, наверное, вспомнят все. А когда начали проводить более серьёзные социологические опросы и просили перечислить 20 любимых писателей, вот тут вот наступает ступор. Ну 20, это уже нужно собраться с мыслями. И поэтому человеку, опять же, мы говорим о субъективизме тут, о профессии библиотекаря, о том, к какому библиотекарю он попадёт, а что этот сам библиотекарь будет читать. А вот, может быть, ко мне бы как библиотекарь пришла женщина и сказала, дайте мне что-нибудь почитать для души. И я бы ей не дала современный любовный роман, а я бы ей дала Чехова «Цветы запоздалые». Можно, получается, угадать, вот тоже библиотекарь, работник библиотеки, угадывает чуть-чуть и человека, когда советует что-то читать. Конечно. Но мало того, что он соавтор, может быть, даже не столько соавтор, сколько любая книга даёт читателю возможность своего развития. Опять же, мы обращаемся к тому, что кино нас ограничивает. Тебе классик не навязывает своё видение образа, по крайней мере, внешнее. Он тебе всегда оставляет возможность для твоей фантазии. Для этого и создано. Для этого и есть литературное произведение, что человек должен уметь домыслить, фантазировать. Он с чтением не только должен воспринимать и усваивать информацию, он должен развивать своё мышление. Значит, любая прочитанная книга – это наш личный дополнительный опыт. Это ещё одна жизнь, которую мы проживаем вместе с книгой. И книга учит нас искусству жить. С нами была Илона Владимировна Сорокина. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Поэзия – это высший род искусства, говорил Белинский. Почему же она так сильно затрагивает человеческое сердце? Поговорим с моей гостьей, поэтессой, членом Российского союза писателей Малышевой Ольгой Дмитриевной. Ольга Дмитриевна, почему же поэзия так затрагивает человека? Вы знаете, мне кажется, каждый человек ищет какого-то собеседника, но не каждому он может доверить свои мысли, чувства, и он хочет найти какую-то отдушину, отдачу. Я считаю, что вот таким собеседником являются как раз стихи. И, в общем, многие из нас, я уверена, что практически каждый в молодости, в юности, когда влюблялся даже первый раз, он обязательно обращался к стихам. Даже вот как пел Абадзинский в такой известной песне, говорят, что каждый пишет 18 лет. Параллельно идут. Вообще поэты все рождаются из любви, я считаю. Что из любви, но, может быть, в широком смысле. Кто-то из любви к родине, к ребенку, к матери. Кто-то из любви к женщине. Но, в принципе, в первую очередь, эта поэзия – это любовь, конечно. Но это не значит, что он еще раз может что-то написать. То есть не каждый становится поэтом, а именно какое-то сильное эмоциональное напряжение. И я считаю, что практически, если вот так поспрашивать и по-честному получить честный ответ, то практически каждый человек когда-нибудь, хоть раз в жизни, пробовал какие-то стихи писать. А что получается? Тогда получается, что поэтам рождается? Ой, даже, знаете, мне как бы трудно сказать. Я считаю, что нет. Поэзия – это так же, как, ну, в принципе, любое искусство. Но, может, есть задатки какие-то. То есть этому тоже учиться нужно и научиться? Не можно, а нужно. И вот я, к сожалению, вот часто сталкиваюсь сейчас с такой вещью, что если человек срифмовал вот какие-то строчки, он считает, что он уже поэт. Особенно это сейчас среди молодежи. И учиться никто не хочет. А ведь есть определенные правила стихосложения, их довольно много. То есть есть, часто вот так говорят, что есть стихи, а есть поэзия. То есть поэзия, стихи – это еще не поэзия. То есть рифмованные строчки есть рифмованные строчки. Ну, молодежь хочет быстрее этой публичности, да, признания. Хотя поэт, наверное, проходит очень-очень много лет, этапов, да, чтобы даже самому сказать, что я поэт, да? Это звучит гордо. Вы знаете, что я думаю, что мало кто из поэтов, настоящих, про себя так скажет, что я поэт. Если человек говорит о себе «я поэт», скорее всего, он не поэт, а стихоплёт просто. Потому что, ну, сказать, что я поэт, это уже нужно быть, я не знаю, как-то. Мне кажется, что о тебе это должны сказать люди. Но ведь поэзия бывает абсолютно разной – любовной, пейзажной, политической. О чем пишете вы? Ну, прежде чем сказать, о чем пишу я, вот мне хотелось бы отметить, что поэзия… Я вот недавно, говорю, прочла такое высказывание, что если человек пишет только о себе, это не поэт. То есть писать только о себе, ну, может быть, кому-то это интересно. Может быть, он найдёт там что-то такое созвучное. Но когда… Ну, это получается, понимаете, очень однообразно, скучно. С моей точки зрения скучно. Вот читать целую книгу такого поэта, я считаю, что скучно. Ну, может, немного нескромно даже, как минимум. Ну, может быть, понимаете, вот у них такая… У некоторых есть такая точка зрения, что я должен писать вот только о своих мыслях и чувствах. Вот. Ну, каждый день читать, что ты там сегодня сделал. Вот сегодня я там выспался, пошёл на работу, и вот шёл дождь, и я задумался вот там об этом. А вот завтра там я вышел, сияло солнце, и я задумался об этом. Ну, возможно, кому-то это интересно, но мне кажется, что… Я, кстати, никогда об этом не думала, но вот прочлась. Вот не помню, кто… Это причём такое высказывание совершенно серьёзного человека, что это не поэзия. Всё равно, что нужно… Поэт должен как бы мыслить шире. Каждый начинает с себя. Я тоже начинала с себя. Первые стихи, конечно, были о несчастной любви, когда я влюбилась. Вот. Ну, у меня, к счастью, так в жизни сложилось, что мой муж, вот он моя первая любовь и единственная. Вам повезло. И все стихи, которые я писала… Вы посвящёнными. Да, только посвящённые были ему. Ну, а вот где-то с 2008 года я начала писать стихи. И я начала писать совершенно разные стихи. И на военную тему, и философские. Даже стала пробовать детские стихи, и стихи юмористические. И как ни странно, да, как ни странно, я никогда не думала, что я вышла в финал, в прошлом году, вот премия «Поэт года» я вышла в России, в номинации «Юмор». И там из полутора тысяч человек было отобрано только 11 человек. И вот я попала в эти 11 человек в номинацию «Юмор». О чём стихотворение было, если не секрет? Никогда не думала. Ну, там было несколько стихотворений. Ну, над чем вы юморите? Ну, над тем, что угодно. Ну, там, например, такое коротенькое стихотворение, например, «Промчалась я на красный свет вчера. Меня остановил гаишник строгий. Остолбенел, и не забрав права, он молча указал мне на дорогу. Какая всё же сила красота, подумала, и зеркальце открыла. Ой, я же маску делала с утра, но в торопях стереть её забыла». Ну, как бы в таком духе там. А лирика, лирическая поэзия? Это поэзия, которая показывает вот эти переживания какие-то поэта, которая должна доходить до каких-то глубинок души. Вы знаете, вот лирика, ну, мне ближе всего лирика, скажу откровенно. Политику я вообще не касаюсь. Я как бы считаю, что политика – это дело мужское. То есть политика в стихах – это для мужчин. Это, ну, я вообще считаю, что это не для стихов политика. Вот, то есть я считаю, что стихи нужно писать в стихах, только выражать то, что не можешь сказать прозой. И я пишу, ну, как сказать, у меня даже вот такая тематика. Вот я книжку задавала «Мужчины и женщины». То есть, в принципе, разные жизненные истории, которые могут быть в жизни. Разные вот, ну, коллизии такие. Я слышала часто такие слова, что мне говорят, ну, вот я что-то начинаю. Ой, перепиши мне, ну, прямо точно про меня. Ой, перепиши мне вот это стихотворение, вот это вот про меня. И человек находит себя, да? То есть человек находит, да, вот я очень рада этому, что в моих стихотворениях именно, ну, один нашёл одно ему близко, другой нашёл другое ему близко, понимаете? И вот одна мне там подружка моя, она вот, к сожалению, не так давно потеряла мужа, и звонит мне, прочитала стихотворение. Причём я, когда его писала, я даже не думала именно с такой точки зрения. Там я не буду читать всё стихотворение, там оно называется «Повсюду ты». Вот, и, ну, это, значит, «Повсюду ты», ну, неважно, я не буду даже его читать, но кончалось оно, это стихотворение «Повсюду ты, как солнце яркий свет, ты всюду, но тебя со мною нет». И я когда имела, когда писала, имела в виду именно расставание какое-то, ну, а она именно, вот на неё именно подействовала. И мне очень приятно, что каждый… Трагедия, да? Отсутствие мужа, да? Да, то есть я когда… Я считаю, что надо писать так стихи, чтобы каждый человек прочёл их по-своему. Что-то своё, да? Да, я не могу навязывать вот именно как бы своё мнение, вот. Я вот пишу какую-то вот ситуацию в жизни, а каждый вот уже, как он это понял. Я просто начинаю думать, я начинаю думать, я начинаю представлять, вот как бы это могло быть, вот какая-то ситуация. Я могу думать день, могу думать два, а иногда я могу написать вот за пять минут. Вот вдруг раз, откуда-то, я не знаю, откуда это берётся. Но ведь если бы не было стихов, не было и песен, так? Да. Это тоже важно очень. И для этой индустрии. Я считаю, что стихи должны быть качественные. Если хорошая музыка, должны быть и хорошие стихи. А сейчас частенько бывает так, что музыку напишут, и хорошую музыку, и всё. А стихи, ну, лишь бы они ложились на музыку. Лишь бы была рифма. Но всё-таки, если композитор предлагает поэту взять его стихи и переложить на музыку, это показатель чего, доказательство? Вы знаете, вот это моя мечта, кстати, написать песню. Я очень хочу написать какую-нибудь песню. Я пробовала брать просто известные мелодии и писать другие слова. Ну, так, несколько раз делала. Вот. Ну, я не знаю. Я считаю, что это показатель того, что эти стихи ему показались интересными. Композитору. И он хочет написать песню. То есть это оценка, да? Да, это очень приятно. Очень приятно. Но если бы мне предложили, я была бы очень рада, честно скажу. Потому что мне кажется, что в песне стихи звучат очень красиво. Любую строчку, четверостишее, вот в данную минуту, что бы вы прочитали? Неважно, ваше это или не ваше. Ну, может быть, такое четверостишее. И мне от жизни многого не надо. Пускай весной не выпадает снег. И пусть всегда со мной будут рядом мои друзья и близкий человек. Замечательно. И пускай уже весной не выпадает снег. Действительно. О лирике души мы говорили с нашей гостьей, поэтессой Ольгой Дмитриевной Малышевой. Редактор субтитров А.Семкин